Садимся, разговариваю, я всё сомки мою. Как зовут? Рома. Рома. Ну, рассказывай. Ну, в общем, я недавно заметил, не скажу, что это уже недавно появилось. Лицо просто, мне кажется, как будто несимметрично. Вот как будто вот эта сторона одна, с виду, а другая, прям другая. То есть, какой-то окос что-ли. Или окос? Да. Хотя сны снятся. Редко. Просто нельзя? Да. Раздевайся, давай просто. Если редко сны снятся, значит, козу не хватает кровообращения. Потому сны снятся редко. Руки не имеют, плечи болят. Ну, руки не имеют, плечи болят. Ну, руки не имеют, плечи болят. Да, болят. Я просто работаю. Так все работают. Не надо вниз смотреть. Просто смотри ровно. И стоим. Болтается, пал. Не, не поднимай руки. Вот тут два пальца. А здесь вообще не пролаза. Понятно? То есть, тут два, а тут вообще. Слышишь, что не пролаза? Стоишь, значит, прикоши. Тут вообще зазур маленький. Тут больше. Лопатка эта выпирает чуть-чуть. Есть вкусной. Так вроде бы нормально. Так, Рома, да? А что, какая работа? Палашотная, не знаю. Разумность или там, короче. Короче, пашешь, просто цунами. Убивают. Там не хозяйка, а не женщина. Женщина. Да, да. Я не помню, как ее зовут, но тут у меня лечился. По-моему, Иван. Улица, там где забор желтый. То есть, коричневый. Там и делают. А из Небио там? Там же поле. Так, Рома. Ну, поставь такой. И держи. И держи. И держи. И держи. И держи. Чего? Знаешь? Нет. Потому что мозгу не хватает кровообращение опять. И сны потом тоже не сняться. Так вот за это будет. И лицо перекашивать. Так оно у тебя не перекошено. Ну, чуть-чуть есть асимметрия. Но ты только недавно, видать, заметил его. Потому что это может тянуться с детства. Понял? Да. Его просто можно цей процесс остановить, чтобы он дальше не шел. Ну, для того, чтобы это все сделать, надо полечить миофасциальный синдром. Ты получается убиваешься на такой работе. Мышцы спазмируются. А их надо расслаблять. И поправить, во-первых, позвоночник. Потому что ты вот так стоишь. Я слабый, слабый? Да. Сейчас мы ляжем, а у тебя может и нога короче будет. Вот ложись вот так на живот. Вверх чуть-чуть выше. И лежи. А я сейчас тебе сфотографирую. И покажу. А потом, как выровняется, покажу. А ты за лицо переживаешь. Ну, Кайя, ноги никто же не... Я же не вижу, что он здесь... Ноги же не видит никто, да? Да. Ты же вовремя. Он тоже. А я тебе сфотографирую и покажу. Потом выровняю, покажу еще раз, если получится выровняет. Так вот, смотри. Видишь? Как делается? Вот тоже. Сейчас, секундочку. Алло. Да, здравствуйте. Вы откуда? Ну я ж на московском принимаю, не в Харькове. Да, извините. Ой, вы знаете, с Харькова. Законный? Я как носил курочек. Ну. Хорошо, ну и дальше. Подожди, сейчас попробую. Куда пятка? Пятка должна доставать до задницы легко. Раз, полторы ладошки. Но могло быть и хуже. Приклини, что ты ей дашишь? Не держи. Хорошо, падает. Ты сам придашивал, да? Да. Угу. Тут тоже полторы ладошки. Раз, 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 раз. Чуть-чуть щенка. Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. Ну. Угу. Угу. Переворачивайся. Чуть-чуть туда. Нет, нет, нет. На голову. Чтобы на голову важнее висело. То я просто, чтобы ноги не взвисали, подивимся. Так, колено можу вот сюда доставать. Поним? Ну сюда заходи. Если нормально все. Воно только все дальше не идет. Значит, тазовое дно стянуть. Воно сюда легко должно лягать. Ну хотя бы до груди доставать. Раз. Чуть-чуть щелкаю. Ну не сильно могло быть хуже. Колено не болят? Не. И тут дальше не идет. Бачишь? Так вот у тебя тазовое дно по цей причине лежит. Может быть геморрой просто тит. Запор. Яйца болеть. Понял? Хороший букет. Да. Может быть. Это означает, что оно будет. Ничего такого пока не сниму. Да? И вот сейчас я нажму точку. Да. Яйца болит. Потому что она должна болеть. Воздушно-поясничная. За то, что тебя состянут. Да вот смотри. Угу. Чувствуется. Запомнил? Ха-ха-ха. Ну тут поменьше. Правая сторона. Ага. Вот так. Вставай. А у нас должна болеть. Сейчас я сделаю и перестанет болеть. Нет. Хотя подожди. Садись. Садись туда лицом. Так вот сейчас мы померяем давление. Это давление должно быть 110 на 70. 120. Пульс должен быть 60-70. Понимаете? Если давление меньше или больше этих значений, или пульс высокий, это не нормально. А если тебе с меня не сняться, то оно может быть не нормально. И тремор в руках. Это говорит о том, что ты тяжело работаешь. Мало отдыхаешь. А может и отдыхаешь, только надо мышцы полечить. Позвоночник поправить. А то, что лицо чуть-чуть не симметрично, то остальное это все чепуха. Лицо – это чепуха по грани с ним, что с собой делается. Понимаете? Все. Пока не скачай, можно еще разговаривать. Перестану только слушай. Не говори. Дергается рука. Ты подивись на нее. Дерг. Непроизвольные движения есть. Кроме тремора, непроизвольные движения. Сейчас только требуется. Не дергается. Два раза я смотрел, пока посмотрел. Думаю, что два раза было дергалось. Видишь, оно даже понижено. 105,69. Ну, это ничего. Это лучше, чем оно повышено. Чуть-чуть понижено. Сейчас мы… А ты на погоду не колбасит на такую дужу. Колбасит. Она выпустит. Да. Знаешь что? То, что ты спазмированный. Если ты не был спазмированный, меняется атмосферное давление. У тебя умисление должно поменяться. Оно не может поменяться. Потому что зажать, оно не может подстроиться. А ты давно работаешь там? Хорошо.